Девушки отдыхают Девушки отдыхают Именно тогда она не поступила в институт иностранных языков. Но, как говорят, нет худа без добра. Расстроенная абитуриентка с мамой шла по Калининскому проспекту. Подошел человек и предложил начать учебу в школе моделей. Благодаря занятиям с Анатолием Кулаковым была поставлена осанка. Получены элементарные знания о движении. Инна поверила в себя. Потом была работа в Редстарте. А сегодня она известна в Париже как модель молодого французского агентства «Вива». Которая является частью элиты. Женщину выше ростом, чем 175 см, принято тюкать. Называть ее шваброй, страусом и прочими вещами. В школе, конечно, я очень страдала. Когда говорят о критериях отбора в модельном бизнесе, слух произносят только физические параметры. По мнению Инны... Мобильность психики куда более важна составляющая на протеку успеху. Надо уметь быть разной, хватая идеи дизайнера на лету. Существует какой-то стиль, какое-то направление движения. И поскольку ты несешь это людям, ты должна соответствовать. Я приехала в Париже, у меня были длинные волосы. И я категорически не хотела стричься. Но в результате 3-4 дня в агентстве со мной разговаривали. Мне подбирали цвет на компьютере и так далее. Не уговаривали. В результате я закрыла глаза руками. И вот получилось то, что сейчас получилось. Модный стиль больного ребенка, общипанный волос. И тут же получила предложение сняться для французского ВОК и участвовать в показах домов Торрент и Ханай-Мори. На последний она припозднилась и не успела перед выходом пройтись в одном из платьев. У которого оказался огромный шаг. Во время дефиле он попал под 20-сантиметровый каблук. Спасло чудо. С тех пор она не любит опаздывать. Не люблю шоколадных конфет. Вот, не настоящих шоколадных конфет с белой начинкой не люблю. Не люблю, когда на меня кричат. Не люблю грубить. Первый приезд в Париж. После участия в московском конкурсе Элит Модел Лук не был успешным. По мнению Инны. Такие дома, как Шанель и крупные журналы, не заметили. Модель из России. Значит, нужно заняться другим делом. Решила Зобова. Вернулась в Москву, поступила в университет, влюбилась. А через три года рискнула еще раз. Новое агентство дало ей карту. А вот как ими сыграть? Нравятся съемки в студии. Фотографии делают на огромном формате. Работаю большими полароидами. Результат виден сразу, а не через полтора месяца. Тут же принимается решение, какой символ будет опубликован. Люблю водить в машину. Люблю читать. Люблю играть с моей собакой. И вообще, я люблю водные виды спорта. Есть мечты. Я хочу научиться кататься на сноуборде. Хочу великолепно водить горными лыжами. И очень много сил. Любит менять образы и работать с такими фотографами, как знаменитый Майкл Томпсон и Патрик Демаршалье. Я внутри себя очень разная. И все, что мне предлагают, я пытаюсь через себя пережить и принести это так, как видит, скажем, дизайнер. Потому что каждый дизайнер – это две совершенно, скажем, разные индивидуальности. И я стараюсь всегда слушать внимательно до, что мне говорят. Пытаться это понять по-своему, вспомнить, что я где-то когда-то видела, привнести в это какое-то свое понимание и дать это как можно лучше. За последние три месяца она позировала для 13-крупных журналов. Но, глядя на свои снимки, она не перестает удивляться. Неужели это я? Скольких бы скандалов удалось избежать, если бы женщины умели завязывать галстуки? А если бы секретами этого искусства владели некоторые мужчины, облеченные властью, то, может быть, и не было бы многих воинов. Вы имеете в виду анекдот о великом Бонапарте? Говоря, что тайна английского узла не давала им покоя в течение десяти лет. А по всему к народу, столь же великодушному, сколько и промышленному, он питал зависть и ненависть. Сплетни. Достоверно лишь то, что существует особый способ завязывать галстуки по методу лорда Байрона. Естественно, только поэт мог сделать такое открытие, ведь малейшее сдавливание тела почти всегда связывает дух. Певец корсары избежал всех оков. Их галстук, повязан в его честь, значительно отличается от всех других. Вместо того, чтобы приложить его сначала спереди на шею, он прикладывается сзади, а затем два конца, перетягивается вперед и завязывается на большой узел под подбородком. Галстуком? Ну, галстук — это лицо человека. Мужской дух. Ох уж мне эти джентльмены. И даже цвет изобрели, соответственно, возвышенностью мысли. Коралловый. В момент своего рождения галстук носил отнюдь не романтический характер. Впервые шейный платок надели римские легионеры. Во времена Людовика XIV принц Канте, в спешке одеваясь в бою, небрежно повязал кружевный галстук. Бой завершился победой, а дамы стали носить украшения по этому образцу. Она галстуки завязывать не умеет. Нет, к сожалению. Вообще, мой друг, взял мой герст, я в этих случаях разводился. А ты думаешь, разводиться? Нет, наоборот, я просто другой человек, я это тебе прощаю. Галстук по свободно с тисающими концами, который стал предшественником современного, прочно вошел в моду лишь в последний третий девятнадцатого века. И остается неприкосновенным по сей день. Французские революционеры ввели моду на черные галстуки. Для них этот цвет был символом проклятия. В выборе галстука и способы завязывать всегда проявлялась личность мужчин. Галстук гения по этой теории должен иметь гениальный размах. Галстук – это один из сложнейших вопросов мироздания. Он бесконечно непознаваем, бесконечно сложен, неопознан и еще по-настоящему неисследован. В начале прошлого века в Санкт-Петербурге был изнанучебник, где раскрывались тайные сорока способов повязывать галстук. А также указывалось, кому какой фасон носить. Романтический – новым профессорам французской коллегии, чемоданам, каким-нибудь главным директорам. Гордиев узел – старому трюмбератору министерства. Восточный – старым нашим сиборитам. И, конечно же, не гляже. Раньше можно было носить его только дома и в деревню. Военный китель на некоторое время отменил галстуки. Как и проявление личностного начала. Но время берет свое. Ну, а какой узел выбрать? Для гениев. Или галстук любви дышать вам? Открываешь окно, и вдруг чувствуешь запах весны. Природа просыпается от долгого сна, но все еще зябко. А посему мои самые пылкие желания я прячу под пеленой макияжа в холодных тонах. Для такой красавицы и легкое отчуждение не помеха. Романтизм – это сбеженная страсть. Благие мысли накануне свидания. На веки я наложила холодно-серый и сиреневый тон. Утрирующий цвет ее глаз. Губы – розово-сиреневый оттенка. Как нераспустившийся бутон райской розы. Матовый – очень светлый тон лица, никаких румян. Овал его и так прекрасен, а бледность придает таинственность. Краски оранжерельных хрупких растений вдохновили меня. Ах, как кружит голову запах ее духов. Однако его все нет. Черная подводка и такой уже цвет и тушь для глаз. Когда нет под рукой морозного окна, заветный вентиль можно нарисовать и щеточкой. Ой, это сладкие метаморфозы лица. Я уверена в своей неотразимости. Бронзовая, оливковая и песочная гамма в летнем макияже. Это дань распустившейся листве и первым лучам солнца. Тронувшим узкое лицо пипельно-волосой красавицы. Конечно, абрикосовые румяны, которые я наложила не только на щеки, но и на виски. Зрительно судили мое лицо. Очень светлого, бежевого тона. Губы, покрытые блеском розовый кристалл. Что придает им мерцающий эффект. Тени металлик под бровями и перламутровый абрикосный век. Делают холодные менталевидные серые глаза неотразимыми. Еще бы, ведь коричневая подводка смягчает взор, и черные туши глиняют ресницы. И взгляд красавицы туманит и манит. Художник, как и время, придает нашему лицу особый характер. И если лишняя морщинка от пережитого вдруг исказит милые черты, Поможет светлый матовый тон и рассыпчатая пудра. Этой женщине есть о чем вспомнить и чем одарить. Недаром цвет моей помады с французского дословно переводится, как приглашение слива. Черные бархатные тени, жидкая подводка для глаз, но размытая, как акварель. И синие озера утонули в мохнатых ресницах. Нереальная женщина. Скорее, героиня грустного романтизма собственных страданий. Вы такая эстетная, вы такая изящная. Модерн нашить не так же моден, как в начале века. Только с высоты прожитых лет все наши страдания и метания кажутся ничтожными по сравнению с красотой. Дизайнеры могут помочь вам кое-что скрыть. Кое-что акцентировать. Но состояние души сделает ваш облик прекрасным или безобразным. Осенью это случается. Часто ли вам удавалось заставать красавиц в парадном макияже весь вечер дома? Конечно, на Рождество. Ведь этот праздник принято встречать кругу семьи. Как будто блики огня в камине отразились на светлом челе нашей красавицы. Трехцветная палитра для век, абрикосовый и оливковый с бронзой. Хорошо сочетается с теплым тоном лица. Бархатистыми ресницами и черным контуром глаз. Флорентийские мотивы в костюме цвета красного вина напоминают нам о радостях праздника. И пусть за окном идет снег. Счастлив тот, кто будет согреть поцелуем этих рыжих губ. Точеный профиль дамы у камина завораживает. Макияж от Диора весна и осень был разработан для дефиле от кутюр. Летний и рождественский как модные направления для клиентов дома. Каждая женщина стремится к изяществу с утра до вечера. И хочется выглядеть эффектно. По нынешней погоде где-нибудь в Сочи можно одеть и этот серебристо-розовый костюм от Нина Ричи. А серо-красные тона от Кристиан Диора помогут вам настроиться на победу. Наряд от Джованши привлечет к вам внимание и не оставит наедине со своими проблемами. В наш мобильный век большую часть жизни, увы, приходится проводить в дороге. Брючный костюм от Торрент, небольшая сумочка и темные очки позволят вам сохранить инкогнито путешествия. Ну а комплект от Кристиана Диора с удобным дополнением в виде шали скроет возможные неопрятности в костюме после перелета. Нина Ричи предлагает рикотажный капюшон и маленькую береточку. Для сохранения прически в момент передвижения. А наступление времени коктейля можно судить по многочисленным маленьким платьям, заполняющим залы приемов. Такое однообразие неудивительно, ведь этот наряд любим многими. Они так удачно подчеркивают женственность. А тем, кто предпочитает всем развлечениям динамику танца, предлагаем модели Атирии Мюглера. В этих костюмах вы почувствуете себя не только раскованной и экстравагантной, но и привлечете много заинтересованных мужских взглядов. Продлить очарование волшебного вечера можно, отправившись на романтическое свидание. Ошаломите его откровенным комбинезоном из гипюра от Луи Фи.